Внутри каждого мужчины должен жить герой. Он должен стремиться к тому, чтобы он был героем, героем в семье, героем в жизни. Всегда были герои. Я не могу про себя сказать, потому что это неправильно. То есть вы себя не можете назвать героем? Мне кажется, это неправильно, когда я сам сам про себя человек говорит, что он герой. Должны другие говорить. И это очень важно, чтобы были такие ориентиры. И я также стремился всегда стать вот таким героем в лице своей семьи, в лице тех людей, с кем я тренируюсь. А выступая в поддержку Хабиба Нурмагомедова, вы его назвали воином. Вы можете также сказать, что вы воин? Вообще, в принципе, даже по христианству, человек, который выступает на соревнованиях, который ездит завоевывать медали, он, в принципе, воин. Да, я могу назвать воином. И Хабиб Нурмагомедов, это тот человек, который продемонстрировал нам, как нужно воевать до конца за свою страну, за свою семью, за свой народ. Это яркий пример. Как думаете, в чем феномен Хабиба? Феномен, наверное, в первую очередь в преданности. В преданности его вида спорта, в его полной, можно сказать, отдаче спорту. Я знаю, я с ним встречался, у меня была возможность спросить у него, пообщаться, как у него получается, вот так из раза в раз побеждать. Мало того, побеждать, он перед каждым стартом, он гоняет очень много вес, у него сильнейшая сгонка, то есть это тоже очень тяжело. Мне было очень интересно из его уст узнать вот все вот эти секреты его успеха. И что он вам сказал? На самом деле сказал, что брат ничего сложного там, там работает с ним, там диетолог, что касается боев, что касается программы, которую он выполняет. Для меня удивительно было, как он подходит такой хорошей форме, и мне было для себя интересно, как у него это получается. Может быть, есть какая-то особая программа? Он говорит, нет, у меня одни бои, 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 там нет специальной физической подготовки, то есть это в основном ковер, борьба, кроссы, то есть нет какого-то секрета. Всем кажется, что когда человек из раза в раз побеждает, что у него есть какой-то секрет все равно свой. Но мне кажется, секрет все-таки зарыт в нем самом, в нем самом как характер, сила воли, дух. Кстати, а вы смотрели Хабиба бой с Коннором? Я на самом деле, можно сказать, до этого не так сильно следил за ММА, вот эти UFC, вот эти всеми боями. После этого боя меня немножко заинтересовало, и можно сказать, что мы сидели, болели, я был восхищен тем, той, наверное, планом, который он выбрал на этот бой, и как он четко сработал. А что произошло после победы его? Как вы это оцениваете с точки зрения, как спортсмен профессионально? Я могу его понять, у нас, честно говоря, схожие истории, я думаю, можно провести параллель между нашим спортом и его вот этим спортивным путем, можно сказать. И это нервы, это нервы, это он полностью выложился, он очень долго терпел, очень долго в себе держал вот это, и после этого у него произошел такой выплеск. Ни в коей мере я не придерживаюсь мнения, что он сделал заря это. Нет, это просто эмоции. Работать с Виктором Кузнецовым, видеть ответственность, которую возлагает Сан Саныч Карелин, Мамиашвили, Бувайсар Сойти, старшие ваши товарищи, это тяжелое испытание для вас? Это, ну, как бы, как плита такая тяжелая, вас это тяготит или нет? Всегда у меня была убежденность, раз Сан Саныч в зале, раз у него получилось стать трехкратным. Меня все время спрашивали, получится ли у тебя, зачем ты приходишь? Я говорю, да я обязательно буду олимпийским чемпионом. Обязательно. Это то, что я действительно верил и был убежден, что у меня это получится. Что касается Александра Александровича, Виктора Михайловича Кузнецова, старших моих товарищей, то, безусловно, это мне только добавляло сил. Потому что осознание того, что этот путь пройден уже человеком, который рядом с тобой, который также приходит в зал, у которого ты имеешь возможность спросить совет, спросить, как это все делается, как тренироваться правильно, что нужно для того, чтобы выигрывать. То есть это каждый раз мне давало силы, и я каждый раз понимал, что я могу, что я могу, что я способен, и у меня все для этого есть. А вы когда-нибудь прибегали к психологам? Вообще вот сейчас тенденция такая, спортсмены очень часто прибегают к спортивным психологам. Он вообще в принципе нужен, и как вы относитесь? Я знаю, что это есть, что сегодня эти практики актуальны, но лично для меня это никогда не было каким-то вспомогательным средством. То есть никогда я не обращался, я считаю, лучший психолог – это люди, которые находятся рядом с тобой, друзья, семья. Если есть какие-то проблемы, если есть какие-то сомнения, то я всегда обращался именно туда. То есть вам он не нужен? Нет, нет, нет. У меня не было опыта общения с психологами никогда. Хабиб, кстати, тоже сказал, что мне психолог не нужен, но я тоже против них. Вообще не спортивных психологов, вообще любых. Кураж. Вот как раз-таки именно куража не хватило Сан Санычу, как он сказал, чтобы бороться дальше после проигрыша четвертой олимпиады. Вот как вы считаете, для профессионального спортсмена это препятствие, когда нету куража внутреннего? Он говорит, что когда человек делает это на кураже, это вообще другая история, звонкая, яркая, амбициозная. А когда это не на дисциплине, это как поезд по расписанию. Как бы ты можешь и победить, но как бы уже неинтересно. Кураж, он должен быть у спортсмена? Если у него нету, что все, как бы на этом заканчивается? Я понимаю, о чем он говорит. Кураж важно иметь, но знаете как? И Сан Саныч, и Виталий Михайлович Кузнецов воспитывали меня, что если ты не готов умереть на ковре ради победы, то надо заканчивать. Чтобы победить, нужно отдать всего себя. Очень хорошие слова сказал Сан Саныч мне недавно насчет третьей Олимпиады, насчет подготовки. Вот лицензионный чемпионат мира сейчас уже начался. И он сказал одно слово, которое сильно, наверное, обрисовывает вот это состояние. Законсервируйся, он сказал, от всего. То есть это то выражение, которое очень подходит. Где ты копишь свои эмоции, где ты не отвлекаешься, где ты каждый день делаешь только то, что делает тебя сильнее и делает тебя лучше. То есть именно про это я бы хотел, наверное, сказать. Вот как раз-таки я вам приведу цитату. Цитирую Александра Карелина. Я как удобрение, как навоз из прошлого века, на котором растут такие деревья, как Роман Власов. На что журналист сказал, что о вас не коробит, что деревья растут уже не те. Что тот же Власов допускает, что может проиграть и не видит в этом ничего страшного. На что Сан Саныч сказал, что сейчас время другое. Сейчас спортсмены другие и им намного тяжелее. Вопрос. Вам на самом деле намного тяжелее, чем им? И не кажется ли вам, что они все-таки более старшее поколение, более духовитее? К сожалению, есть сегодня такие журналистки, которые неправильно преподносят вот эту информацию. Никогда такого не было, чтобы вот так говорили, что Власов сегодня... Это не прибыль Цеховской. Нет, я не знаю. Ну, так скажем, наверное, видимо, не так поняли. Все эти поражения, которые у меня были, и, честно говоря, поражения, это отдельная тема. И очень сложно каждый раз переживать их, раз уж мы затронули эту тему. Все мои поражения, они 6-6, 4-4, 2-2, 2-1. То есть все в один балл. Перед каждым этим поражением я все отдал ради победы. То есть вопрос, сложно ли не сложно. Есть хорошее слово. Каждому овощу свой сезон. Во все времена тяжело. Никто никогда не скажет, что Сан Санычу было легко. Он так же приходил и титанический труд преодолевал, чтобы выходить и так выигрывать. Это со стороны кажется, что ему чуть-чуть полегче, чем было, чем Мухачам, например. Нет, но чтобы ему так делать, ему же нужно было огромный объем работы проделать. Поэтому сравнивать, что время и сейчас, я считаю, что это неправильно. В каждом времени свои герои и каждый должен все отдавать ради победы. У меня не получалось. Я делал все, чтобы у меня не было поражений. Но случается, случается так, когда тебе Бог показывает. Нет, там, что-то ты сделал не так, чтобы ты присмотрел. Вот, поэтому каждый раз я выхожу с мыслями о том, чтобы выиграть. Ну вот вы сказали, что Александр, Александр Чкарелин, как сказал он, законцентри... Законсервируйся. Вот. Да. Он то же самое говорил, что в то время, почему он сказал, что вам сложнее. Потому что, он говорит, я в то время жил как в туннеле. Я ни на что не отвлекался. Я шел как локомотив вперед. Меня ничего не отвлекало. Что там напишут там его соперники. И он говорит, мне было вообще наплевать. Мне главное было, чтобы они боялись меня. И он говорит, я ни на что не отвлекался. А сейчас люди отвлекаются. Ваш тренер сказал, что чтобы четко только в борьбе быть, должна быть свободная голова. А сейчас интернет, там, новости. Ну, просто вот заполнение всего в мозг. Да, да. То есть события какие-то там, ну и так далее. У них не было этого. Поэтому они были более... У них была система координат более четкая, более понятная, чем сейчас. Мне кажется, сейчас даже сложнее все-таки. Знаете как? Вам. Да. Мне очень хочется тоже про это сказать, что это отдельная тема, что в каждом времени есть такой дух времени. То есть сегодня такие у нас реалии. И это не означает, что нужно закрыться от всего и не использовать ни интернет-ресурсы. Точно так же, как в 90-х сидеть и тренироваться. Нет, это все можно правильно использовать. Это же огромный поток информации. То есть я считаю, что это неправильно не развиваться вне тренировочного графика, то есть вне тренировочного процесса. То есть в любом случае все это можно использовать. Никто не говорит, что нужно сидеть ночью в интернете. Или есть же вне тренировочное время, когда ты приходишь, допустим, после ужина или после обеда, у тебя есть часик, где ты можешь прочитать новости, зайти. То есть для меня интернет – это в какой-то мере какая-то отдача. То есть я получаю невероятные эмоции, когда я захожу, я читаю слова поддержки от тех людей, которые болеют за меня. Для меня это является огромным стимулом сегодня. Я все это впитываю, и меня это также заряжает идти в зал. То есть отказаться от этого, конечно, можно, но придет время, когда спорт закончится, а ты не будешь готов к жизни. То есть все равно нужно немножко впитывать вот этот дух времени, немножко жить реальными и использовать ресурсы, которые сегодня есть. Вот вы сказали, что вы читаете добрые сообщения, а неприятные сообщения вам присылают? Бывает, конечно. А как без этого? Как вы к этому относитесь? На самом деле очень много. У меня было историй таких, когда я читал неприятные, и это тоже своего рода. Я на самом деле благодарен каждому человеку, который в моей жизни встречался, будь это хороший человек или нет. То, что тебе со стороны кто-то сказал. Ты это, может, проглотил, ты стал немножко, наверное, сильнее в чем-то. Что ты приходишь в зал, ты понимаешь, что нет, это еще не все. То есть каждый раз ты через себя переступаешь, и ты понимаешь, еще не все, еще надо, еще добавить. То есть каждый человек тебе помогает в чем-то. Человек, когда пишет хорошо, он тебя заряжает этим тем, что, там, говорит, молодец, мы там за тебя болеем, очень много слов, там, Брянг с тобой, там, Красноярг с тобой. То есть есть люди, которые пишут негативные вещи. То есть это тоже ты пишешь, ну, хорошо, время покажет, кто. Ну, вы, естественно, не отвечаете. Нет, я стараюсь. Но это ранит вас, ну, как бы, вы испытываете или вам вообще все равно? Нет, мне все равно, я все равно через себя человек пропускаю, он понимает, что у него вокруг, но для всех мил не будешь. То есть все равно есть люди, которым ты нравишься, и которым не нравишься. Наверное, к большой радости то, что есть гораздо больше людей, которые болеют. Хорошо, вот вы выступаете на чемпионатах мира, на олимпиадах. Естественно, есть люди, которые вас недолюбливают, даже и спортсмены, которых вы раздражаете своей трудолюбивостью, вот этой, своими победами. Вам вообще важно, что о вас думают окружающие? Что думают эти люди о вас? Да, наверное, в первую очередь мне важно, что подумают обо мне моя семья, что подумают обо мне мои старшие товарищи, мои близкие люди, которые рядом со мной. Мне гораздо важнее, что подумают они. В спорте очень очевидно то, что ты выиграл все. Все слова, все, что до этого было сказано, все это уходит на второй план. Здесь очевидный показатель, то есть победа. У победы все, нет никаких вопросов. Этим и хорош спорт, что в жизни не так. Этим и страсть у меня к спорту, что здесь не надо никому сложно объяснять что-то, не надо вот так встречаться и разговаривать по поводу, объяснять, почему это так. Ты выиграл, все, тебе поаплодировали, ты поднялся на эту пьедестал, все, все вопросы, ты уже с титулом, ты уже чемпион, все. Здесь слова излишни. Это самый категоричный критерий, все, это победа. Когда вы боретесь, вы думаете об осторожности на ковре? Есть четкий план на сватку. Травмы? Травмы. В прошлом году. Вы вот об этом не думаете? У меня слишком много травм было. Кстати, Хабиб Нармагомедов недавно хорошие слова сказал. Для меня, говорит, травмы, я уже давно перешел этот болевой порог. Я не боюсь, что у меня там плечо отлетит или локоть сломается. Для меня гораздо важнее, что я не реализую то, что я готовил. То, что сколько я сил вложил в эту подготовку. И если я проиграю или подведу своих близких, то для меня вот это страшно. Я полностью подписываюсь под этими словами. И действительно, огромный объем работы мы проходим все. Огромный. То есть, у меня в том году была травма. Плечо у меня ломало я дважды. Две операции на колено. То есть, я не говорю про мелкие травмы. То есть, все это, это время. Это время, которое тебе требуется реабилитация. Это ты постоянно должен приходить в зал, делать нудные такие упражнения, которые тебе не приносят удовольствия. То есть, это такие мелкие группы мышц. И это такая кропотливая работа. И после этого уже идет подготовка. Это тоже неимоверный труд. И соревнования, победы, это все очень быстро проходит. Я считаю, что главные победы все-таки, они вот в темноте вот такое происходит, когда никто не видит. Когда у вас по собственным ощущениям был пик формы? Очень хороший вопрос. У меня так получилось, что все мои главные старты, то есть, для всех же главные старты Олимпийские игры. У меня так получилось, что на Олимпийских играх, на боях, что на первых, что на вторых, у меня не было пика формы. Пик формы у меня пришелся на чемпионат мира 2011 года. Это лицензионный чемпионат мира перед Лондоном. И чемпионат мира перед Рио, даже в Лас-Вегасе он был в Америке. И великолепно себя чувствовал, что там, что там. На первых и на вторых Олимпийских играх я не был готов на 100%. Это тоже, наверное, еще один критерий, один повод еще раз попасть и подойти уже в своих кондициях. То есть, тоже вот такое понимание себя внутри, что если ты не на 100% был готов и смог выиграть, то если ты будешь готов на 100%, то вообще там шансов никому не дашь. Поэтому тоже это тебя мотивирует и дает силы. Это такой ювелирный процесс, наверное, когда ты выходишь на этот пик. То есть, очень много факторов, которые тебе могут помешать. Соревнования, травмы. А как вы чувствуете, что это пик? Ну, как бы... Это неописуемые чувства. И, наверное, люди, которые испытывают это раз, два, три, уже потом не могут. То есть, это хочется вновь и вновь испытывать. Это целая наука, вот это выведение на пик формы. И когда ты входишь в это состояние, это там 3-4-5 дней, когда ты готов к любым нагрузкам, когда ты отбариваешься одну встречу, вторую, третью, одну за одной, борешься и махом восстанавливаешься. И тебе вот все, тебе в удовольствие, тебе борьба. То есть, ты восстанавливаешься, идешь, борешься. У тебя все получается, все приемы. Ну, на самом деле, это... Нужно пройти очень много, чтобы уметь себя вывести вот на этот пик. А с какими мыслями вы выходите на ковер? Мое первое место? Или первое место никуда не уйдет? Вот какие мысли вообще? Что у вас в голове происходит? Как я уже сказал в предыдущем опросе, ты очень много работаешь, чтобы вывести себя в это состояние. И когда наступает этот соревновательный день, то есть, ты сделал хорошую разминку, у тебя утром грешня прошла, ты настраиваешься на сватку. То есть, это такой, наверное, предвкушение войны, это самый сладкий вкус. То есть, предвкушение того, что скоро выйдешь на ковер, это настолько ярко, это настолько нравится. И мне, и я думаю, тем людям, кто проживает вот эту жизнь спортивную, для меня это очень сладкое ощущение. И думаю о том, что это мой шанс, что это мой шанс в очередной раз доказать, что ты являешься лучшим. В очередной раз продемонстрировать то мастерство, тот класс, которым ты обладаешь. То есть, это такое, на самом деле. Я скучаю по этому. Каждый раз, когда заканчивается подготовка, мне вновь хочется вернуться в это состояние. Какая серьезная травма из всех, которые у вас были за спортивную карьеру, помогла вам стать чемпионом? Очень хороший вопрос, что действительно вы сказали, наверное, уже сами ответили на этот вопрос, что травмы нас делают. Невзгоды, травмы, препятствия делают нас чемпионом. Все правильно. Каждая травма тебя выводит на какой-то новый уровень, наверное. То есть, преодолевая испытания, преодолевая вот эти препятствия, ты становишься сильнее. У меня была самая серьезная травма – это перелом плеча. Вставили пластину, сломал плечо, готовился к России. И за неделю сломал плечо. Мне было 18 лет, 19 уже. Неимоверная боль, операция. Одна операция, три месяца восстановления, вторая операция. То есть, врач, который меня оперировал, Дремов Егор Юрьевич в Новосибирске, очень известный хирург, который восстанавливал многих спортсменов. То есть, он мне, честно сказать, дал нерадужные прогнозы. Сказал, что, скорее всего, ты не будешь бороться. То есть, вот так сели, поговорили, он говорит, что у тебя есть время, ты молод, у тебя все впереди. Займись чем-нибудь другим. Что чувствовали вы в этот момент, когда он, врач, сказал, что все? Знаете, вот до этого момента у меня была, как я уже говорил, я был предан спорту. И я был убежден в том, что это мой путь, и что я обязательно стану чемпионом. То есть, все, кто меня спрашивали, я говорил, да, все получится. И только именно в этот момент у меня такое просто непонимание было. Как, что может такое случиться, чтобы у меня не получилось? Вот мне казалось, что это обычная травма. Я восстановлюсь и снова выду на ковер. Но врач говорил, другие перспективы. И это очень тяжело вспоминать, потому что такая не совсем благополучная история была. У меня был перерыв два года, а мы не сильно благополучно жили. Мама работала на трех работах, чтобы прокормить нас. А я был до этого двукратно победителем первенства Европы уже. И у меня все равно была какая-то ставка, какая-то зарплата. И тут тебя снимают вот с этой ставки. Ты остаешься, можно сказать, в голодном состоянии. То есть, просто полное непонимание, что тебе делать дальше. Ты понимаешь, что ты должен учиться. Ты понимаешь, что нужно вставать, идти дальше. Но у тебя как будто забрали твое любимое дело, как будто у тебя часть тела у тебя отсутствует. То есть, вот такое состояние было. Я молодой пацан, мне было 18-19 лет. Я этим жил, я 6 лет в зале. То есть, для меня это самые лучшие, самые яркие эмоции у меня были связаны с борьбой. Вот. И благо, есть люди, которые поддержали меня. Есть Александр Александрович, который оплатил реабилитацию, сделал все, чтобы я вернулся на ковер. Сказал хорошие слова Егора Юрьевича Дрёмова, что сделать нужно так операцию, чтобы он боролся дальше. Вот это самые первые слова. И после этого немножко уже стал понимать, что есть шанс, что при удачной реабилитации, что можно забороться, что есть семья, что есть учеба. Стал отвлекаться, стал ходить на учебу, стал дружить. Влился в другой коллектив, в студенческий, можно сказать. Да. И потихоньку стал вставать на ноги. Но понимания того, что будет у меня там олимпийский педестал, нет. То есть, не было такого. Просто нужно было делать шаг за шагом, идти вперед. Восстанавливать плечо, набирать форму, набирать вес. То есть, я за вот этот перерыв, пока у меня была травма плеча, набрал 11 килограмм. Это тоже очень хорошо по тем, на то время. То есть, я все время сдерживал организм, я не давал ему расти. Потому что все время придерживаешь вес, все время гоняешь. А тут вот эти полгода-год, они настолько мне позволили организму вырасти. Он как бы впитал себя, он дал. Знаете, как организм, когда устал, когда ты выспишься, на утро как будто тебе организм говорит спасибо. Вот так же и здесь. Я чувствовал тогда по тем временам, что организм говорит спасибо и иди в путь. То есть, иди, добивайся своих целей, что настолько я отдохнул от спорта, от борьбы, что после этого у меня как второе дыхание. И все, и с тех пор у меня новая полоса, можно сказать, в жизни. С чистого листа все. Отдохнул от спорта. Да. Вот если провести параллели, все-таки борьба – это ежедневная рутина или бесконечный процесс самосовершенствования? Вам надоедает хоть когда-нибудь борьба? Безусловно. Безусловно, когда ты изо дня в день делаешь одну и ту же работу, безусловно, ты устаешь. Это каждый спортсмен с этим сталкивается. Мне кажется, здесь еще талант тренера нужен. То есть, тот человек, который рядом с тобой, он должен уметь тебя переключить. Он должен, у него должно быть вот такое понимание тебя самого, твоего темперамента, что тебе нужно дать. То есть, нагрузки же разные бывают. Устал ты делать ковер, идешь, бегаешь кросс, идешь, играешь в футбол, идешь, делаешь штангу. То есть, вариантов масса. Вопрос в том, что ты должен оставаться в форме, а для того, чтобы в форме оставаться, ты должен постоянно поддерживать форму, постоянно делать нагрузку. Честно скажу, у меня не было последние, последние годы, у меня не было такого, что я устал от этого всего. То есть, не было такое состояние, что ты наелся. Как я, наверное, сказал ранее, что победы очень много дают. Очень много тебе, как новый глоток воздуха, новое такое, новое рвение у тебя появляется после того, как ты победил. Это стимул для тебя, что раз у тебя получилось, еще дальше идешь. Среди ваших соперников есть те, которых вы не очень долюбливаете, не за спортивное поведение на ковре? Ну, может, там, не знаю, коленом заехал, пальцем куда-нибудь заехал, там, маслом намазался, ну, не знаю, есть ли такое? Если вы смотрели свадки, я уверен, что вы смотрели, знаете, что такое борьба. И очень часто у нас бывает такое, что рассечение, травмы, то есть, это нормальное явление. И мне кажется, когда ты выходишь на ковер, для тебя нет друзей. И в глубине души ты относишься к сопернику, который вышел к тебе. Не самым лучшим образом для тебя задача его в пух и прах разорвать. То есть, это нормально. Другой момент, что ты вышел с ковра, руки пожали, все, на этом все прекращается. То есть, это, наверное, специфика борьбы, что у нас нет, как в боях, там, где мы друг друга, там, обзываем хайм перед встречей или после. То есть, все решается на ковре. Ну, то есть, если он специально, к примеру, заезжает коленкой в печень, а вы понимаете, что он специально... Или бьет по... Там, по той части тела, которая болит у вас, к примеру. И он знает, что там травма, к примеру. То есть, это разве спортивно? Это предло. Такие люди никогда не добиваются успехов. Ты можешь ему так же вернуть. Поставят его в партер, я не знаю, вытащил его два раза на задний. И все, вопрос с концом. То есть, только так можно решить вот эту проблему. Если человек ведет себя так, поставь его на место. Вот именно таким образом. Это, безусловно, потом скажется в жизни, когда вот так спортсмен себя ведет. Это же все равно огласка будет. То есть, люди об этом узнают и с ним здороваться перестанут. Если он такие подлые будут вещи делать. Я вас слушаю, и я думаю, бывает такое, что от вот этих нагрузок жесточайших хочется выть. И хочется бросить борьбу, сказать так. Но бывали же такие минуты. Знаете, что я скажу на эту тему? Для спортсмена, для каждого время, которое он проводит вне спортивного зала, оно не менее важно, чем когда он находится в тренировочном зале. Как он проводит время, с кем он его проводит, как он отдыхает, как он питается. Это все отражается на борцовском ковре. Все. То есть, к чему я это говорю, что очень важно переключаться. Очень важно, чтобы у тебя были способы забыть про споры, забыть про борьбу. То есть, окунуться в другой мир. Не важно, это книга, это театр, прогулка, изда на автомобиле, поездка на море. То есть, это очень важно. Чтобы не накапливались вот эти длинные мысли. Да. Уметь черпать силы откуда-то. Уметь черпать. Это очень важно. Я считаю, что не было бы и в моей карьере не было бы столько побед, если бы не умел бы переключаться. У меня был такой период, когда ты, наверное, как робот приходишь и изо дня в день пашешь, пашешь, пашешь. Но это тоже ничем хорошим не закончится. Рано или поздно есть предел. Человеческие ресурсы не безграничны. И именно вот это умение переключаться, умение проводить время вне спортивного зала, это и тоже делает нас чемпионами. Почему борцы с Кавказа сейчас преобладают в единоборствах? Неважно, в борьбе, в ММА. Потому что борьба там в крови. Потому что каждый второй ребенок, мальчик, он идет в борьбу. Это национальный вид спорта. Там работают школы, там развит массовый спорт, там вкладывают огромные средства в популяризацию борьбы. То есть это то, что не хватает маленьким регионам. Безусловно, сегодня Кавказ – это практически основная сила в борьбе. И взять вольную борьбу. Практически весь состав там с Кавказа. И можно взять пример только с них, как в плане их отдачи, в плане их работы. То есть все они пахари, все они трудяги. Все они живут этим. То есть главное – жить этим. Нужно быть одержанным. Нужно, чтобы у тебя страсть была. Вот у них она есть. То есть вы считаете, что это лучшая школа борьбы? Одна из лучших. Одна из лучших. Есть же еще у нас все равно другие школы, о которых тоже хотелось бы сказать. Но Кавказ на сегодняшний день доминирует. Доминирует, потому что борьба там в крови. Кого бы сейчас выделили из молодых спортсменов? Независимость. Можно не из вашего вида спорта? Из молодых спортсменов? Не из нашего вида спорта, да? Ну, неважно. Можете из вашего. Вообще, в принципе, смотрите над ней, наблюдайте за ними. Мне очень нравится наблюдать за фигурным катанием. Да, я очень восхищаюсь тренером Этери Георгино Тутберидзе. Это замечательная женщина. Я просто восхищаюсь, преклоняюсь перед ней. Это настолько профессионал своего дела. Недавно я смотрел передачу, к позу меру она приходила. Настолько она достойно держалась, какие она правильные слова говорит. На самом деле восхищение у меня к ней, к ее воспитанницам, к олимпийским победителям, которые вышли из ее рук, можно сказать, и из Агитова, и Медведева, и Лепницкая. Непростая история, но тем не менее она показывает, насколько это принципиальный тренер, насколько жесткий, по-хорошему такой амбициозный, со стержнем Этери Георгино. Я вот восхищаюсь и уверен, что это как фабрика такая, которая будет производить все новых и новых олимпийских победительниц. Да, я согласна. Это удивительный человек. Фигурное катание тоже смотрите, да? Да, мне нравится. Супер, да? Мне нравится. Я летал так смотрел. Ну реально она сидит, Этери сидит таким каменным лицом. Такая сила в ней. Она удивительная. И такая прям мощная, да? Я вообще восхищаюсь, как от нее уходила одна, вторая. Она все равно, она не меняется, она жесткая такая. Потому что олимпийцы, они выигрывают олимпиаду, они думают, что сейчас другое отношение будет. Она как с котятами с ними. Я разговаривал, сам Васильмис приходил с директором, он говорит, она вообще не сестюкается. Говорит, ты что, говорит, пришла, опоздала сегодня. Ты там... Но это держит в конкурсе? Конечно, конечно. Конечно держит. То есть, что она, что Винер. Ну Винер это вообще отдельная история. Да, да. Это да. Но она тоже недалеко ушла, на самом деле. Фундаментальная такая. Может быть, поэтому показывают такие результаты у Винер. Да. Если бы она с ними не сесюкалась, то далеко бы... А с вами не сесюкаются, нет? Да, я уже старый, наверное, чтобы сесюкаться уже... Ну вначале там пряник... Нет, вначале нет. Там тренер первый, он уже очень жесткий был. У меня выбора не было. А у нас, если не борьба, то я не знаю, на улице было бы где-то. Да. То есть, борьба единственный мой шанс был куда-то попасть в этой жизни. Что-то добиться в ней. То есть, в принципе, больше... Не было, не было. Маленький город, да? Мама у нас одна воспитывала, да. Не было денег. Мама работала на трех работах, чтобы прокормить. Двое нас, мама одна. А что случилось, извините, без... Ну, так получилось, что папа ушел, мама осталась одна. Он просто ушел от вас? Да, да. Мама осталась одна, и... Все легло на ее плечи. Скажите, сколько вам было? Когда он ушел? Два года. Два года. Два года. И он просто взял и ушел? Да. Артему было восемь лет, а мне было два года. Все, ушел, и мама осталась одна. То есть, причина не в ней? Причина в нем? Нет, это слабость. Слабость. Вы простили его? Нет. Я просто представила, у меня уже самой три года. Я представляю, это... Да, вы знаете, что это такое? Да. Это... Можно представить, насколько было тяжело маме. Это ладно, мы маленькие. А маме, насколько тяжело. Да ладно, что... Нет, я просто... Так, и что она? А мама... Ну, а после этого не понимаете тоже. Вы поймете, когда у вас будут свои дети. Да. Когда у вас будут свои дети, тогда вы поймете... Я никогда никому не оставлю своих детей. Я всегда буду с этим работать. Это... Пипец. Если... А помогал ей кто-то вообще, в принципе? Нет. Мама мудрая женщина, она сделала правильный выбор, она сразу отдала. Она понимала, что что-то надо делать, и куда-то в какой-то коллектив надо отдать. Я отдала борьбу. Сначала Артема, потом уже я смотрю, куда брат ходит, мой старший. И, соответственно, я пошел. Вы от безысходности начали пахать? А то, что видели, что матери тяжело? Да, да. То есть, нет. Мы понимали с первого дня, что борьба наша единственная возможность. Мама нам всегда говорила, что, сынок, жизнь сложная штука, и борьба – это твой шанс. Это твой шанс в этой жизни проявить себя. Это твой шанс реализовать себя. То есть, честно говоря, я никогда не видел там своей жизнью перспектив, как где-то… Я, конечно, старался учиться всегда, но я понимал, что в основном направлении будет борьба, что там у меня есть шанс. И мама, я ее видел редко, потому что приходил с тренировки, она работала в школе, потом шла, делала салаты, и потом работала няней. И поэтому у меня мало времени приходилось мне где-то выкраивать время, чтобы побыть с мамой. Вы видели ее слабость? Мама сильный человек. Она никогда не показывала свою слабость, она наоборот… То есть, никогда вы не видели ее в таком состоянии слабости? Потому что, ну, так можно где-то вот… Я даже слов не знаю. Она говорила, сынок, помоги мне. Ну, мы тоже росли, мы тоже помогали. То есть, это тоже ее была поддержка. Мы ее были поддержкой. Мы росли, и мы вселяли в нее веру. То есть, она могла сломаться. То есть, человек, когда взвалит на свои плечи, двоих маленьких мальчишков, да, она в нас видела свою опору в этой жизни. Она в нас видела надежду. Она нас воспитывала и хотела быть… Чтобы мы были такими же, как была она. То есть, она же, когда ушел от нас папа, она же осталась сильной. Она поняла, что не на кого рассчитывать в этой жизни. И она также нам прививала качества вот такие, что ни на кого нельзя рассчитывать в жизни. Что надо рассчитывать только на себя. Что только у нас есть возможность, что только у нас самих есть сила и есть ресурсы, чтобы в этой жизни и помочь ей, в том числе, и себе уже после. Вам есть за что стыдно перед мамой? Я каждый раз говорю, когда после каждого чемпионата, приезжая после Олимпийских игр, маме плохо стало, когда я в второй Олимпиаде боролся там. Так получилось, что усыпил меня соперник, я ушел в состояние. Маме плохо стало, ее в больницу увезли. И мама, когда я приехал, говорит, я не хочу, чтобы ты больше занимался борьбой этой. Все наши победы, все, что мы делаем, все это для наших матерей. Это то, что дает нам силы, и то, что все то, что мы делаем, все это для них. Поэтому главная женщина, главный человек в моей жизни – это мама. Я, кажется, начинаю стареть. Я стала сантиментальной очень. Я никогда себе не позволяла. Вы это вырезать, тогда 100% вырежьте. В интернете никогда себе не позволяла. Я старею, я поняла, короче, я старею. Или взрослею. Мне больше нравится, взрослею. Вы на первый раз так раз говорили, я никогда не рассказывал про это, про маму. Вы простили реально? Вы отца простили, вот как мужчина? А как можно простить? Нет. Нет, конечно. Он же слабый. Да. А вы сильный. Да, он поступил. Вот у Мурат Гасев, у него как раз-таки мама то же самое. А, там не ушел он. Он умер. Ну, это уже другая история. Даже времени не было вот так подумать об этом. Я просто знаю, что ли. Когда бы он помогал мне? Ну, материально хотел. Этот человек не платил элементы. Он ушел просто и все. Он жив сейчас? Я не знаю, где он. Я никогда не общался с ним после этого. И не хотели его не видеть, не увидеть. Ни разу не было желания. Никогда не было желания его видеть. На самом-то деле, Бывайсара сказала, что мне очень сильно не хватало отца. Вообще, он говорит, мне до сих пор не хватает отца. Вот само понимание, что должен быть отец. Потому что он все равно дает, как ни крути. Когда один ребенок растет не в полноценной семье, это одна история. Когда все-таки полноценная семья, это совершенно другая история. Особенно для мужика. Да, все правильно. Это очень сильные слова. Я тоже по сей день чувствую, что его не хватает. И помните, я вам сказал про людей, которые находятся рядом со мной. Что, наверное, если бы был отец, то было бы намного все проще. И, возможно, я бы даже не создавал бы. Почему я вынужден создавать вот такой и коллектив, и вокруг себя обрастая вот какими-то людьми такими. Потому что, видимо, есть дефицит вот в этом внимании, в какой-то поддержке. И поэтому ты вынужден где-то ее черпать. И, соответственно, ты создаешь вот эту ауру вокруг себя хорошую. Если бы был отец, наверное, бы... Вы бы не стали олимпийским чемпионом. Одному Богу известно. Ну, да. Одному Богу известно. Я ни о чем не жалел и не жалею. На все воля Божья. И все было так, как должно было быть. Как вы расцениваете свои олимпийские медали, победы? Это как шанс, которым вы воспользовались? Или все-таки это закономерный результат труда? Для меня это результат огромного труда. То есть это то, что у меня уже не отнять. Вот исходя из того, что мы уже обсудили насчет трудного детства, я знаю цену этому всему. Я знаю цену тем деньгам, тем условиям, тем благам, которые приходят сегодня вот вследствие олимпийских побед. И я понимаю, что каким-то домом это все заработано. Я научился этим пользоваться. Я понимаю, что это огромная возможность. Это возможность быть собой. Это возможность что-то созидать. Это возможность улучшать жизнь своих близких. И, соответственно, это навсегда останется со мной. Вы хотели бы, чтобы ваш сын, к примеру, если у вас будет сын, повторил такую же судьбу, как вы? Я буду только счастлив, если ему понравится, если пройдет этот путь. То есть вам не жалко было бы его в такие жесткие... Если это мужчина, то нет. Мужчина должен быть сильным. Мужчина должен проходить какую-то школу. Не важно, борьба это будет, или хоккей, или другой вид спорта. То есть сама сфера, сам коллектив его будет воспитывать. Я только поддержу его. Я очень хочу, чтобы мой сын, дай бог, если бог мне даст, я бы очень хотел, чтобы он прошел хотя бы отчасти вот этот путь. В чем разница заниматься профессиональным спортом в 18 лет и заниматься профессиональным спортом в 28 лет? В 18 лет ты голоден до побед. Тебя ничто не останавливает. Ты мега, у тебя быстрое восстановление. Ты проживаешь каждую тренировку в удовольствие. У тебя ничего не болит, у тебя замечательный сон. У тебя еще нет какой-то истории побед. Тебя никто не знает. Ты уходишь на соревнования и делаешь все, что хочешь. Я говорю про свой случай. В 28 лет это другая история. За спиной у тебя два олимпийских цикла. Тебя уже все изучили. Каждое твое действие все знают. Но тем не менее ты полностью, полностью досконально знаешь, как все устраивается, как подготовка. То есть у тебя настолько багаж, багаж вот этих знаний, опыт, который ты, безусловно, используешь и выходишь с какой-то определенной репутацией. Это что в 18 лет, что в 28. Это и тогда, и сейчас. Это настолько сладкие чувства подготовки, выход на вот эту арену борцовскую. То есть сравнивать это только, наверное, в том, что в 18 лет тебя никто не знает. Ты непрочитанный, ты голодный, ты понимаешь, что борьба твой, твой единственный шанс пробиться в люди. В 28 это уже репутация, это уже имя, это огромная ответственность и, безусловно, вера в то, что все еще впереди. А многое бы изменилось, если вот сейчас этот багаж перенести в 18 лет с сегодняшнего вас? Потому что вы уже по-другому не слетели. Я боюсь представить с той же историей, с теми титулами, 18 лет. С вашими мозгами сегодняшними. Это сила была бы, да. Я боюсь представить, что было бы. Не, ну это только в сказке можно так сделать. Хорошо, а Роман Власов на первой Олимпиаде и Роман Власов на второй Олимпиаде. В чем разница этого человека? Я выиграл чемпионат мира однажды. Приехал я туда. Один день борьба. То есть с утра встал, я еще был простым мальчиком. Вечером, ночью я уже был олимпийским чемпионом. Представляете, какой шквал эмоций. Я не мог уснуть, я спал с этой медалью. Я звонил всем. Я помню, первое, что я делал, я пришел, я набрал в Яндексе Романа Власов. Там высветилось много-много фотографий. Представляете, какое понимание, какие у меня мысли были в голове. Это просто невероятные эмоции. На самом деле, просто невероятные. Вторая Олимпиада, это уже другое. Я увидел, когда стал уступаться. После Олимпиады, естественно, это тебя обласкивают. Ты сталкиваешься с тем, что тебя хвалят, хвалят. Ты к этому привыкаешь, тебе. Ты хорошо, ты уже думаешь, ну так и должно быть. Как только я оступился один раз, как только я оступился второй раз, я совершенно другие слова о себе услышал. Я совершенно столкнулся с другим отношением. И слава Богу, что это произошло. Слава Богу, я, меня, как знаете, сковородкой ударили и поставили на место, сказали, старик, вернись-ка вот в то состояние, которое ты был до Олимпиады. Отрезвило его. Да, отрезвило и поставило в такие рамки, что или ты вернешься и выиграешь, или ты сломаешься. И после этого, естественно, для себя как-то взрослеешь, такое отрезвление происходит, ты понимаешь, что нет, это еще не все. И, соответственно, начал все с чистого листа, ушел в самую тишину. Я не боролся 7-8 месяцев. Многие уже думали, что я закончил. У нас есть зал в Новосибирске, в «Динамо» нашем. Там нет, там, знаете, такой зал, пропитанный потом. Там нет новейших тренажеров, там нет ничего. Вот закрылся в этом зале на 7-8 месяцев и тренировался изо дня в день. И совершенно другим человеком вернулся. Просто перешел через себя, как будто новый человек во мне проснулся тогда. То есть именно вот в этот период. И все, и после этого уже другая история. Уже чемпионат мира прошел. То есть я пришел совершенно другим человеком, свежим. Сразу чемпионат мира выиграл, Олимпийские игры. Все. Это... А какие переживания были, когда вы стояли на пьедестале? Ой, про это что? Я, наверное, без слезы, это сложно описать. Это то, что заставляет твое, как говорят, как, наверное, можно сравнить с самым прекрасным в жизни, там, любовь или там самые яркие чувства, от которых сердце у тебя добьется чаще. И ты стоишь, и ты понимаешь, что вот оно, все. Это сделано. И, безусловно, гордость за страну, за семью, за все, что ты сделал, чтобы все было сделано правильно, у тебя получилось. Я сейчас говорю об этом, и на самом деле у меня нет такого, что... Я радуюсь, что это было. Я надеюсь, что... Я сделаю все, чтобы это было еще раз. Чтобы это было еще раз. Чтобы еще раз мы встали на эту ступеньку. Александр Медведь, Александр Карелин, Бывайсар Сайтиев, но сейчас, кого взять, Хабиб Нурмагомедов. Люди смотрят и думают, что они выигрывают вот так вот играюще, что человек смотрит и думает, ну, они непобедимые, да. Может быть, в этом и есть ужас для спортсмена, что он слышит такое со всех сторон, и он начинает в это верить, что он непобедим. И где-то это вот... Это помогает или это, наоборот, разрушает спортсмена? Начну, наверное, с того, что вы сейчас перечисляете вот эти фамилии. Я понимаю, насколько повезло нам, что у нас вот такие есть, у нас вот такое наследие, да, в спорте. Что Медведь, Карелин, Бывайсар, Сайтиев. Это гордость, что есть на кого равняться. Вот вы сейчас говорите про... Наверное, все равно параллельно провожу я к себе, что вот эти люди, у них же получилось стать трехкратным. Вот. И, соответственно, у меня тоже, в глубине души, мне тоже очень хочется, чтобы так же и про меня через пару лет говорили. Вот. А что касается той мысли, что это все так легко дается, что... Не расхолаживает ли это спортсмена? Да, что меня расхолаживает, а я думаю, что как только ты себе в душе скажешь, что все, я великий или там, мне невозможно выиграть, мне кажется, именно в этот момент происходит поражение. Именно в этот момент Бог тебя наказывает и ставит тебя на место. Именно в этот момент, как только человек себе отдает отчет, что все. Помните, мы с вами разговаривали про голодное состояние и про преданность. Как только ты не готов умереть на борцовском ковре, все, надо заканчивать. Как только ты не готов отдать все ради победы, надо заканчивать. То есть вот этот голод, он важнее всего, я считаю, в спорте. Об этом говорил Михаил Геразиевич, что ты должен выходить с ковра, даже если ты проиграл, но ты до последнего боролся и умирал там на этом ковре. А если ты выходишь, там, сел в зале и начал там в телефоне копаться, ну, то есть, в общем говоря, но эта же ситуация была, кстати, на Олимпийских играх у девушек. А как вы считаете? Вот в этой ситуации, когда вспылил Михаил Геразиевич, реально вспылил? Не, ну давайте реально. Вот они вышли, да, но они пришли. Я просто, может, по себе, я не олимпийская чемпионка, конечно. Но надо грызть землю. Да, вы правильно говорите, правильно говорите. Но я, знаете, эмоции, эмоции. Михаил Геразиевич, можно понять, этот человек тоже. Ну, эмоциональный человек. Сколько мы знаем историй про его путь, его тренировочные там, обмороки от перетренировки, когда он перепутал круги на стадионе и пробежал на круг больше и упал в обморок. Помните? То есть, тоже эти все истории впитали и впитывают сегодня все, кто находится в сборной, потому что это все тиражируется, и это правильно, то, что есть такие примеры. Естественно, Михаил Геразиевичу также хочется, чтобы это привести и в женскую борьбу, в том числе. Мне очень сложно судить на эту тему, потому что... Слушайте, ну давайте реально, ну они просто подарили эту медаль. Они просто, что одна девочка, что вторая, они прошли очень долгий путь к этой медалью. К этой медали. Как на крути это серебро олимпийских игр. То есть, просто сегодня так у нас в борьбе устроено, что планка очень высока. И что касается серебра и бронзы, это как будто не медали. Ну, это женская борьба. Это другая история у нас. И взять Наталью Воробьеву, которая уже золото есть. Безусловно, если придираться, да, обе могли стать олимпийскими чемпионами. Обе. Что одна могла стать двукратной, что другая олимпийская чемпионами. Вы сказали, что борцы мужчины, они максималисты, а женщины борцы, они не максималисты. Им сложно, мне кажется, для себя вот так отдать, что отдать себе отчет, что я иду умирать на ковер. Я иду... Тогда зачем ты идешь туда? Да, если ты не собираешься там умирать, второе место вот, ну, по мне бы, это, ну, это, это, знаете, как Айртон Сена. Слышали такой глупого? Да, да. Он говорил, что второе место – это первое среди неудачников. Но я ничего не хочу сказать, но нужно умирать. Если ты пошел. Не пошел – иди на кухню. Вы все сами сказали, на самом деле. Да, все сами сказали. Я выставлю наше интервью и только нарежу свои фразы. Хорошо. Любовь к женщине, она помогает стать гением борьбы? Любовь. Что для вас любовь? Любовь – это самое прекрасное, что есть в нашей жизни. Любовь. Любовь к делу, которое ты делаешь. Любовь к женщине, любовь к родителям. Любить может и отдавать любовь. Отдавать и... Только сильный человек, я думаю, что... Откуда мы черпаем силы? Из семьи. Семья – это главное. Мне повезло. Я люблю женщину и не хотел бы много говорить про это, но мне повезло. После Олимпийских игр я намерен жениться и, дай бог, очень много хочу детей. Она в курсе по поводу «много детей»? Или в курсе только мы? Она у меня тоже спортсменка. Она тоже готовится к Олимпийским играм. К трейтингам, кстати, тоже. И у нас такая схожая история. Мы оба очень хотим этого. Но я думаю, главное – начать. Главное – начать, я там посмотрю. Это здоровье будет одного за другим. Это дело такое. Это не Олимпиаду выигрывать. Это другая история, да. Вы оба олимпийские чемпионы, да? Она бронзопризерка. Ага. Ну, как у вас союз? Вот он такой единый. Все-таки одна и та же отрасль. Ну, спорт, спорт, да? Она же не из какой-то вида спорта. Не мешает? Вы не конкурируете внутри себя, внутри вашего отношения? Нет. Мы договорились, что домой приходим. То есть, все, что осталось там – это там. Спорт, там цели. Дома мы стараемся отдыхать. Не думать о спорте. Стараемся максимально проводить время друг с другом. И как-то от всего. А как вы то, что вы на расстояниях? Вы там? Мы, мне кажется, для любви нет границы. Так же, как и для дружбы. То есть, вы считаете, что можно на расстоянии выстраивать отношения? Да, да, безусловно. И они будут крепкие и добрые. Я бы не сказал, что мы слишком там сегодня так мир устроен, что ты можешь прилететь, совместные сборы там. Как-то постараемся, что мы много времени проводим вместе. Сколько ей лет? Младше меня на год. А, ну это… Вообще-то вы практически одногодка. Да. Повезло. Ей повезло. Спасибо. Так, так, так. Мне тоже. Ну, я надеюсь. Часто ли вы ошибались в своих соперниках? И часто ли они в вас ошибались? Часто ли я ошибался в соперниках? То есть, он не до оценки речи. И вас тоже. Раньше было. Сейчас уже нет. Сейчас вы сами сказали как-то сегодня, что каждый настраивается, что каждый знает, с кем выходит. Поэтому ты понимаешь, что выходя с тобой соперник, он сто процентов видел, как ты борешься, он сто процентов знает тебя. То есть, и поэтому знаешь, что каждый настраивается, каждый хочет на фоне тебя проявить себя. Каждый хочет забрать даже бал один. И то тренер скажет потом, он там, у олимпийского чемпиона забрал бал. Поэтому нельзя недооценивать. Я говорил про это, но еще раз повторюсь, что недооценка ведет к травмам, к тяжелейшим сваткам. То есть, когда ты в голове для себя решил, что да, это легкая встреча. И вдруг ты сталкиваешься с серьезным сопротивлением, а ты не готов. То есть, просто этот организм у тебя не готов. А тебе нужно включать волю, ресурсы, которые ты мог использовать в следующих встречах, например. Или на следующих соревнованиях. И ты это все включаешь, и там колоссально ты выигрываешь сватку. То есть, это в любом случае сказывается. Надо настраиваться на каждую встречу, как на последнюю. Вот так. В нашей жизни больше сдавшихся, как говорят, чем проигравших. Вот как вы перебарываете очень сложные периоды в вашей жизни? Ну, кроме того, что вы переключаетесь там на что-то, на музыку, на книгу и так далее. Хорошие слова сказали, что спорт, я считаю, это вообще, это как, вот эта жизнь в спорте, она очень ограничена. И сущность жизни, мне кажется, такая же, как в спорте. Что если ты в спорте сдался, то ты и в жизни будешь сдаваться. В жизни еще сложнее. В спорте все категорично. Тренируешься, пашешь, выигрываешь все, все отпадает. Собираешь свои лавры, собираешь все, что тебе полагается. В жизни не так. В жизни еще сложнее. В жизни нет определенного результата. Но качества, приобретенные в спорте, они тебе очень помогут в жизни. То есть, с этими качествами тебе будет легче жить. Вот на чемпионате мира после проигрыша, вот этот проигрыш, он привлек намного больше зрительского внимания, чем ваши победы. И вы тогда сказали в интервью, что после этого я стану злее. Вы стали злее. Что, 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 что появилось больше? Вы имеете в проигрыш чемпионата мира в Париже, да? Да. Проиграв чемпионат мира, я стал понимать, что в спорте важны такие вещи, как правильное питание, правильный подход, дисциплина. То есть, это я и до этого понимал. Но, как никогда, я понял, когда я выступил в 80, что даже вот эти 5 килограмм, которые были сверху, они, знаете, как балластно мне были. Я проиграл функционально. У меня было много лишнего веса. После этого поражения, опять же, злее сказал. Почему? Потому что каждое поражение надо сделать злее. Но опять все пересмотрел. Пересмотрел свой тревожный процесс, добавил человека. И, как следствие, что получилось? Чемпионат Европы мы выиграли. Второй чемпионат Европы сейчас. Четвертый уже в карьере. Второй в этом олимпийском цикле. И, дай бог, все так и будет. В общем, такая история. Когда вы стоите на пьедестале, и вот внизу под вашими ногами не циферка один, вы испытывали злость? Вы испытывали какое-то раздражение или на себя? Что было? Правильно говорить. Неважно, какая ступенька, будь это второе или третье место, это уже поражение. Это уже поражение. Ты проиграл. Обидно. Силь. Это вообще поражение описывать очень сложно. Это хуже нет ничего. Вот честно скажу. Кто-то сказал, по-моему, Сан Саныч сказал, победа можно... Оправдывать можно победы, поражение нужно пережить. Да, нужно пережить. Пережить. Да, пережить. Как раз в вашей передаче, по-моему, сказал это точно. В точности я под каждым словом просто готов подписаться, что так и есть поражение. Там даже говорить ничего нет. Ты проиграл. Все. Их надо пережить. Приходить, закрываться, опять вот идти, идти, идти. Поэтому я сказал, тоже и сейчас говорил, после чемпионата Европы, после Олимпийских игр, что это хорошо, это очень приятно. Это софиты, камеры, внимание, когда ты выиграл. Но главные победы, они вот проходят там, когда никто не видит. Когда ты один наедине с собой. Говорят порой, что смелость – это когда только ты знаешь, как тебе страшно. Когда вам было страшно? Я понимаю, о чем вопрос. Страшно, страшно проиграть. Страшно. Да. Вам было страшно? Как вы с этим… Честно скажу, каждый раз мне страшно. Как перебарывается? Эта боязнь, она, мне кажется, должна быть ответственность, страх перед тем, чтобы у тебя не получилось, что твой труд, который ты проделаешь, он не даст свой результат. Цена ошибки очень высока, и не то, что цена ошибки высока, а цена проигрыша, что нет права на ошибку, что ты понимаешь, что нельзя проигрывать. Не нужно бояться проиграть, нужно бояться сделать, не сделать все для победы. Вот это нужно бояться. Когда я выхожу на ковер каждый раз, я знаю, что я все отдал. Я все отдал, я был предан полностью. Моя семья была предана. То есть, когда я готовлюсь, все готовятся. Мама моя никогда не смотрит, потому что для нее это очень тяжело. То есть, все настраиваются на соревнования. То есть, выхожу я один бороться, готовятся все. И вот бояться именно этого нужно, что в период подготовки ты сделаешь что-то не так. Это тоже тебя может сломать. То есть, ты в голове осознаешь для себя, что ты где-то упустил. Выходишь, и ты уже не убежден в своей победе. Ты не убежден в том, что ты выиграешь, потому что ты где-то что-то упустил. Вот в этом заключается страх. Значит, нужно готовиться так, чтобы этого страха не было. Да. Чтобы была такая уверенность. Получается, вот эти сомнения не происходят от того, что ты не совсем готов где-то. Да. Да. Вот поэтому я и говорю, чтобы не бояться, чтобы мандраж не переходил в страх, нужно готовиться там походить. Да, готовиться там. Вы как-то в интервью сказали, что в ММА не пойду, хочу остаться здоровым. В чем отличие тренировочного процесса подготовки в ММА и в борьбе? Хороший вопрос. ММА на сегодняшний день вышла на такой уровень, востребованный, зрелищный, яркий. Я понимаю, про что вопрос. Выход в клетку, выход на арену ММА. Многие спрашивают, многие интересуются. Наверное, еще в прошлом году у меня не было вообще никаких желаний туда выйти. Да и сегодня я предан своему спорту и убежден, что до Олимпийских игр все будет так, как должно быть. То есть все мы будем отдавать ради победы. Что будет после? Вероятность очень маленькая. Это вероятность ошибки там очень чревата. То есть если в борьбе ты ошибся, то ты просто проиграл и вышел здоровым человеком. Там тебя могут вынести, и не дай бог, какие последствия. Слушайте, но все-таки гонорары, они соизмеримы у борцов и даже у бойцов. Нет? Смотря что мы говорим про гонорары. Про гонорары, которые получают борец и боец. А пашут и те, и другие борцы не меньше пашут, я бы сказала бы. Сегодня мы хотим рассматривать еще ММА как спорт. Это не спорт, это шоу. Это то, что сегодня нравится зрителям. Это такое зрелище, которое очень хорошо вписывается в график, там, телетрансляции, или который хорошо смотрится, с экрана смотрится. То есть зритель, к сожалению, уходит туда. Но сегодня такая данность, то есть, что он более востребован. Поэтому у них больше гонорара. Считаю ли я, что это неправильно? Да, я думаю, что борцы должны быть более востребованы. Но и про них надо сказать, что, чтобы зарабатывать там хорошие деньги, нужно очень хороший там список бойцов нужно пройти, чтобы там я немножко следил, окунался. Нужно хороший список послужной, там, пройти побед, чтобы выйти на хорошую заработку. А это безусловно. Имейте в виду как Хабиб Нурмагомедов. Да, а это безусловно. Представляете, иметь, типа, да, понятие, сколько стоит, сколько обходится сама подготовка, там, питание, восстановление, тренер, массажист. То есть сегодня уже спорт позволяет нам, государство полностью поддерживает. Полностью мы ни в чем не нуждаемся. Массажисты, медикаменты какие-то, тренеры лучшие. То есть им нужно все это самим искать, эти условия. Это же затратно. И, соответственно, то, что они зарабатывают, я уверен, это тоже обходит часть на тренерам, часть на… Да, поэтому сказать, что они там супер много зарабатывают, это, ну, единицы там сегодня, кого мы слышим, кто к тому слуху. Только они. А чтобы дойти до этого уровня, сколько нужно пройти? Я знаю. То есть, если вам скажут после Олимпиады, Роман, там, какая-нибудь промоутерская компания, давайте к нам. Не исключено, не исключено. Не исключено. Не исключено, если вы будете, перейдете. Не исключено, да, потому что я не знаю, что будет после Олимпиады. Я… Именно на сегодняшний день я полностью… Все мои мысли связаны с третьей Олимпийской медалью. Это цель моей жизни. Третье Олимпийское золото. Я… Вы хотите поместить Карелину? Подвинуть? Нет, ни в коей мере. Ни в коей мере, что вы… Как Сан Саныч мне сказал после Олимпийских игр, например, если ты станешь трехкратным… Нет, если ты станешь четырехкратным, я буду говорить вторым, но говорить все равно буду. Но мне еще далеко, но так забавно. Мы каждый раз, когда мы с Сан Санычем встречаемся, каждая наша реплика, каждый наш разговор – это огромный приток информации мне для раздумий. То есть это всегда какие-то добрые советы, это всегда какое-то наставление такое, которое потом остается в глубине души, и ты потом вспоминаешь всю свою жизнь. Поэтому я очень горжусь, что рядом со мной такой человек. Он также находится в этом процессе, он также знает, где я нахожусь, на каких сборах, он участвует во всем. Это моя поддержка. Да вы, Роман, вообще счастливчик. Что у вас такая глыба, такая легенда. На самом-то деле. Бог, Бог. Да, он дал такую возможность. А вот он, кстати, и не только он, и многие другие выдающиеся спортсмены говорят, что выиграть Олимпиаду, ну, возможно, да. А вот найти потом мотивацию, вторую пойти, а Карелин говорит, еще на третью пойти, это крайне сложно, найти мотивацию. Но ему было сложно. Вам не сложно? Вы просто уже заточены на третью Олимпиаду просто? А у меня мысли не было никогда. То есть я не уходил в другую жизнь. То есть я не уходил из этого состояния. Знаете, когда вы живете вот в этом состоянии в головном, вот в этой цели, то есть ты, добиваясь одну цель, ты не теряешь этот голод. То есть у вас никуда не ушел голод? Нет. И еще, знаете, есть такая вещь, видимо, данность такая нашего, и вида спорта, и не было никогда сильно обласкан, даже после Олимпийских игр. Очень все это было, но все это быстро проходило, и я понимал, что вот это ощущение, вот эта тяга идти дальше, вновь и вновь побеждать, если ты ее отпустишь хоть на немножко, то она уйдет. Она уйдет, и никогда больше не будет победить. То есть многие спрашивают, вот ты один раз, два раза выиграл. Мне кажется, что это жизнь, вот так должна устроена быть. Что как только ты добиваешься какую-то цель, ты поднимаешься на какую-то гору, впереди должна быть еще одна гора. Как только ты поднялся на нее, еще одна гора. То есть я считаю, что не бывает такого, что ты поднялся, и ты на ней сидишь, и почиваешь на лаврах. Ну вот вы говорите, что все возможно после Олимпиады по поводу ММА. Вот опять же это еще... Что вы можете перейти. Я уже даже представляю, вот это я перед собой вижу глаза из-под бородины Александра Карелина. Этот взгляд, который просто вас... Ну вот. Ну зачем так, Кригорьич? Не, я... Это... Это лишь мои мысли. Это лишь... Один из вариантов продолжения моей жизни после Олимпиады. Я не знаю, как сложится жизнь. Я намерен трудиться так же. Я не знаю, в каком это будет качестве. То есть главное, чтобы всегда возникали вот какие-то вот такие борения с самим собой. Намерен учиться, намерен ставить новые преграды. То есть это кажется так, что вот Олимпиада в Токио еще целый год. А на самом деле она уже завтра. То есть здесь осталось считанные... Считанные шаги остались сделать. И все, потом опять перед тобой наступит. Чтобы не было пустоты. Бывает пустота, когда ты добился цели. После вторых Олимпийских игр была пустота. После первых определенная пустота есть. Ты добился вот эту цель свою достиг. Ты поднялся на нее. А что дальше возникает вопрос? Что дальше? И потихонечку для себя выстраиваешь новые этапы в своей жизни, новые препятствия, новые цели. Только так. Почему борьба чуть не исчезла из олимпийской семьи? Наверное, вот вы сейчас спрашиваете меня, я до сих пор не могу понять, почему. Почему даже возник вопрос о том, стоит ли исключать борьбу. То есть это настолько удивительные вещи для нас. С самых первых олимпийских игр борьба была украшением олимпиады. Мне кажется, это вина руководителя и вина в том, что ее мало освещают. Мало освещают. Почему борьба на сегодняшний день мало освещается, пропагандируется? Почему она менее зрелищна даже по сравнению с ММА? И может ли она вообще встать хотя бы на уровень ММА по популярности? Мне кажется, что борьбе чуть-чуть не хватает той подачи, той, наверное, открытости, какой-то открытого взвешивания, например. А что мешает подавать борьбу? Это стоит только скопировать. Я думаю, что к этому все ведется. На самом деле, все на сегодняшний день делается для того, чтобы борьба была зрелищной. То есть вопрос времени, мне кажется. Вопрос времени и зритель у нас есть, аудитория есть. Сегодня большая радость, что сегодня есть интернет-ресурсы. То есть взять тот же Инстаграм, ВКонтакте, группы. Все они задействованы. Любой бросок ты сегодня делаешь, ты потом становишься героем публикаций в Инстаграме. То есть это тоже на сегодняшний день все актуально. И это тоже надо задействовать. И сегодня эта работа ведется. Мне кажется, это вопрос времени. Борьба, она, безусловно, набирает. И я думаю, что будет расти. Ну вот смотрите, вот вы пашите, работаете, ездите на лепиад, на чемпионаты мира и так далее. И какой-то среднячковый блогер набирает больше просмотров, нежели ваша, к примеру, финальная схватка. Разве это не перекос? мне кажется, хорошо подходят слова не все то золото, что блестит. То есть есть история, есть традиции, есть традиционные ценности. Я не снимаю с себя ответственности и обязан делать все, чтобы борьба была зрелищная. Поэтому я сегодня также провожу огромную работу и намерен проводить ее в популяризации борьбы, пропаганде ее, в проведении массовых мастер-классов, в увеличении количества аудитории, которые находятся вокруг нашего вида спорта. Ну вот вы знаете, на самом деле, если сейчас снять материал даже, взять там Юрия Власова, Карелина, там Александра Медведя, хорошо, если на Ютубе они наберут там 50-100 тысяч, а к примеру возьмем какой-то бой Дацика и вот этот как его зовут, Тарасов, я могу ошибаться именно, они набирают миллионы. Слушайте, ну это ж такой перекос. И берем Карелина, это система ценностей, это мораль, это нравственность, это вообще такой кусок глыба, да, и получается он набирает вообще ерунду по сути дела. То есть получается сейчас герои стали мусором, простите, а мусор стал героями. Это перекос такой страшнейший, допустим, я не хочу, чтобы мой сын или дочь думали, чтобы там, не знаю, стать популярным, известным, нужно быть такими, как там, не знаю, Тарасов, Ольга Бузова, Борис Моисеев и так далее. Я хочу, чтобы они равнялись и думали, что нужно быть таким, как, не знаю, Александр Карелин, Роман Власов, там, Бувайсар Сайтиев и многие другие. Если сейчас спросить у молодежи, кто такой Юрий Власов, хорошо, если... Кто такой Юрий Власов? Я больше музыкой увлекаюсь. Вот и все, вот и все, понимаете, это перекос, и этот перекос, наши дети, они будут смотреть, что вот это, это хорошо, а вот это, ну, как бы, это старье, как бы. Слушайте, это, вот и все, это страшная история. Страшная сфера, мы говорили уже, сфера формирует человека. Здесь вопрос к родителям уже, кому, куда они дадут своих детей, почему собирает, вы говорите, просмотры, там, вот такие истории сомнительные, потому что, да, это, это что за аудитория? Это вот, мне кажется, что это в основном дети, это молодежь наша, это молодежь наша. Здесь вопрос родителей, вопрос, опять же, пропаганды нашего вида спорта, не только нашего, правильных ценностей, так скажем, неважно какой вид спорта, просто правильных ценностей. Хорошие имена вы назвали, Юрий Петрович Власов, Алексеев, Карелин, все это символы, на которых молодежь должна расти. Почему этого нет? Потому что не так часто, видимо, эти люди в телевизоре, то есть, эти люди должны быть обязательно на виду. И, соответственно, они будут на обозрении, виды спорта будут именно востребованы. А когда представители СМИ приходят только тогда, когда у нас Олимпийские игры, только перед играми, потому что медали нужны всем, а в течение цикла их не видать, ну, извините, тогда о чем мы говорим, о какой популяризации мы говорим. Мы тренируемся, у нас 9-10 сборов, нам никогда никто не приезжает, у нас нету человека, который бы осветил, там, я не знаю, путь там, обычный, обычный чемпионат там, чемпионат России бы, в полной мере осветили бы. Ну, это от вас зависит. От федерации зависит. От федерации, да. От пропагандируют. Это работа. Это работа. Он будет там за вами съездить, придумывать какие-то там, ну, пропагандировать, чтобы чемпионаты проходили там, где они реально популярны, как сказал Абдулман 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 Абдулман. Абдулман 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 Абдулман. Проводите там, где борьбу невероятно любят, чтобы собирались в зал и так далее. Это вопрос ценностей, да, вопрос к тому. Человеку гораздо удобнее зайти в YouTube и посмотреть, как кому-то по морде, или какой-нибудь, какой-нибудь скандал там, Ольги Бузовой. Гораздо интереснее, чем какой-нибудь зайти и посмотреть встречу, там, поболеть за кого-то, съездить, поддержать там. Удобнее же всего копаться в нижнем белье, там, в чьем-то. И менять это, ну, мне кажется, не мне сейчас судить. Я действующий борец, действующий спортсмен, который идет к своей цели. Мне, конечно же, больно, что много-много людей проживают эту жизнь и не отдают себе отчет, что они идут не по тому пути, что они, бывает, даже не задумываются, а правильно ли они все делают, правильно ли они живут. То есть это меня удручает, и каждый раз, когда я прихожу на какие-то мастер-классы, я максимально хочу отдаться и всего себя вывернуть наизнанку, чтобы эти люди впитали отчасти мой путь, отчасти путь моих старших товарищей, тех людей, на которых я равнялся. То есть не бывает же такого, что человек сам поднялся. Он равняется на кого-то, он впитывает и идет. Это работа, и такая данность сегодня. Мне просто сложно комментировать эту ситуацию. Спортивная жизнь, как вы видите, она такая эфемерная и очень скоротечная. Да что там спортивная жизнь? Наша жизнь, она быстрая. Вы верите, что этой жизнью все заканчивается? Я верю, что... Или не заканчивается? Я верю, что если ты все в этой жизни делаешь правильно, если ты живешь по совести, если ты честен перед самим собой, то, безусловно, там все воздастся, и это бесследно никогда не пройдет. Я верю, что есть высшая сила, которая ведет человека, которая... Во что вы твердо верите? В Бога. Хорошо, а опору в чем вы находите? Опору? В семье. Ну и это, безусловно, вера. Это для каждого человека опора. Когда нет поддержки какой-то, если нет, то человек всегда может найти поддержку в вере. Как научиться радоваться и быть благодарным за то, что у тебя есть? Надо в целом этому знать. Тому, что у тебя есть. Человеку много не надо. Надо быть благодарен даже. Есть у тебя сегодня покушать? Хорошо. Мама, здорово? Хорошо. В семье все в порядке. Слава Богу. Проснулся утром, слава Богу, говоришь, и идешь делать свое дело. А вы хотите быть богатым? Хотите иметь власть? Честно. Богатым, наверное, в понимании того, что иметь друзей, иметь семью, иметь дело, которое тебе по душе. Я считаю, ты и есть богатый человек. А в материальном плане? Ну, вот честно. Материально, безусловно, это дает тебе уверенность, это дает тебе возможность. Это дает тебе возможность. Возможности хорошо жить, возможности хорошо питаться. А власть? Вам нужна власть? Власть? Я не совсем понимаю, власть в каком качестве. Власть над людьми, власть над чем? Если я буду обладать этой властью, и у меня будет получаться помогать людям, созидать что-то, делать хорошее дело, благое дело, то почему нет? А вы не думаете, что если придет большее к вам, оно может вас просто испортить? И вы уже не будете такой вот Роман Власов, который передо мной сидит? Может, поэтому дается ровно столько сколько? Мне кажется, на сегодняшний день я уже испытываю какое-то такое чувство, когда перед тобой большая ответственность, когда на твоих плечах большой груз, который ты несешь, и ты должен пронести его достойно. И это на самом деле хорошее, сладкое ощущение, когда мужчина несет на себе в своих плечах груз. У него получается это делать, и он не падает. То есть это нормально, стремиться к власти, стремиться не идти по головам, а стремиться своими успехами, взвалить на себя еще какую-то миссию. То есть я так вижу это все. Это просто ответственность, наверное, власти. Это такое слово, какое-то политическое больше, да? Я вижу, для меня, наверное, больше подходит слово ответственность. Ответственность, да, это я обязательно буду завалить на себя ответственность. Ответственность за все то, что я буду делать. Во что вы твердо верите? В то, что труд приносит результат. И все в нашей жизни происходит так, как должно быть. Как часто вы чувствуете себя уязвимым? Когда я один, когда я один, и когда у меня не получается. Что для вас самое дорогое на сегодняшний момент? Моя семья. Вы гневаетесь? Нет, я достаточно спокойный человек. Не бывает такого. Гнева не бывает. Ну, чуть-чуть совсем, может быть. У вас есть слабости? Какие? Поспать люблю. Вспоминаю слова Александра Александровича, когда он сказал «бориться с Новосибирска». Мне почему-то приходит на ум войн. Войн. На сегодняшний день главный праздник в жизни мне приносит спортивные успехи, победы. Это, безусловно, самые яркие моменты в моей жизни. Путь спортивный, он очень сложный. Он очень сложный, и, наверное, я бы не дошел до сегодняшнего дня и до вот этой истории с третьим олимпийским циклом, если бы я был один. Я думаю, что все мы делаем правильно, и на сегодняшний день мне не о чем жалеть. И надеюсь, что ваши дети, или кто идет за нами, они никогда не скажут, что что-то мы делаем не так. Счастье. Счастье. Приходить домой и понимать, что тебя ждут и рады тебя видеть. Давайте заново сейчас обрадуемся. Не, не торопитесь. Не, не могу так сейчас. Я вспомню. Я же вам говорил, что мало маму видела из-за этого. Что-нибудь придумать надо. А кто меня хвалил? Мама на работе всегда была. Никто не хвалил. Так и скажите, никто меня не хвалил. А мама посмотрит, обидится? Ну, не обидится. Уж после того нашего разговора не обидится. Давайте тогда про тренера скажем, что тренер хвалил. Давайте. Да. Ну, такую близкую короткую. Ага.